Матч Юго-Запад Мэтт, с нами в послематчевой студии Тимур Янбухтин и Никита Абаджи. Тимур, поделись впечатлениями об игре. Спасибо большое сопернику за игру. Очень хорошая команда. Некоторых игроков знаю лично. В принципе, считаю, что обоюдоострая игра. То есть, вообще, наверное, более ничейный результат по игре конкретно. Но получилось так, что в том круге тоже 1-1 было до конца матча. Мы забили за минуту, по-моему, до конца. 1-1 сделали. Потом нас поймали. Получается, мы полетели, хотели забить, и нас поймали. Програли 2-1. Ну, я думаю, тут то же самое. Игра шла туда-сюда до одного гола победного в конце. Ну, и получилось так просто, что мы третий еще в концовке забили. Куликов закончил. В принципе, считаю, что результат не совсем справедливый. Более, наверное, ничья. Но нам сегодня повезло чуть больше. Ну, да, я хотел задать вопрос. Показалось, в первом тайме у вас вообще не было на поле. То есть, ну, доминировал соперник. За счет чего удалось вернуться в игру? Потому что, ну, по игре смотрелись ребята из Мэда лучше. Ну, я не знаю, где они смотрелись лучше. Да, они забили свой момент. У них был один момент, они его забили. Но в целом-то, как бы, они в основном выносили вот на столба и цеплялись. А конкретной игры-то у них, как бы, и не было. Ну, в плане командной. Ну, то есть, мы, да, мы раскатывали мяч, мы очень много катали. Но смысла в этом не было. В втором тайме чуть перестроились, сыграли чуть получше, чем в первом. Сегодня Игорю Иванову не удалось забить, да, в последних, сколько, шесть матчей, 16 голов. Куликов, да, сегодня поддержал забивную поступь. Кого ты еще можешь выделить из состава своей команды? Ну, не забил Игорь, забил Макс. В принципе, не важно, кто забил. Как бы, главное, то, что команда победила. Сегодня хочу выделить, ну, Руслан Валяуллин. Очень хороший матч, я думаю, один из лучших сегодня был. Никита, ты что скажешь про Игоря? Тяжело подбирать все слова. Понятное дело, матч такой эмоциональный, проигрывается так в конце. Особенно с такой реакцией он персонально для меня. Здорово, что я так пацанов зарядил с прошлого круга своими какими-то репликами. Ну, благо, сегодня они позвали адекватного человека, который тоже оценивает, что, ну, как по мне, это игра была на три результата. Если откинуть вот эмоции, которые были после, где конкретно меня решили спровоцировать, ну, окей, конкретно по мне, если оценивать трезво, как мне кажется, игра была на три результата. Могли выиграть мы, мог выиграть соперник. Наверное, действительно, самым, наверное, адекватным результатом была бы ничья. Они свое забили, мы свое не забили. Мы об этом говорим весь сезон, если откинуть конкретно даже Юго-Запад. Если мы не забиваем моменты, мы чаще всего проигрываем. У нас уже, ну, не знаю, мы сзади отстоять не можем, мы все равно пропустим какую-нибудь глупость, не глупость. Я сейчас не оцениваю голы, просто говорю в целом по сезону. И так сегодня оно в очередной раз и произошло. Когда мы, ну, ну, короче, тяжело говорить, но... Действительно, игра на три результата, где соперник, видимо, больше хотел победить. Не знаю, у нас в конце какая-то опять расхлябанность, какие-то пошли разрывы. Я пытаюсь весь матч мотивировать держать эту глубину при обороне, узко играть. Да, во втором тайме действительно немножко перестроили тактику, но мы ее перестроили не потому, что мы не можем мяч держать, а потому что, ну, видно, что наш нападающий один в один, ну, здоровый, все-таки цепляет там, ну, практически каждый мяч. Поэтому и отошли. И, естественно, плюс там, ну, одна замена. Я там сегодня так и не вышел. Не знаю, нужен был, не нужен на этой игре. Но понятно, что уже просто поднаелись немного, и проще было играть через нападающего, через столба, который цепляется... Ну, что говорить, проиграли, проиграли, Юго-Запад поздравляю с победой. Тех парней, которые просто вышли поиграть в футбол, им спасибо за игру. Мне кажется, был хороший матч, если вот откинуть игру. Вот это, знаете, ну, детский сад, я по-другому его не назову. Если вот так вот приятно праздновать победный гол персонально, что-то там мне показывай, ну, подойди, после игры покажи, пообщаемся. А так, ну, игру... Всех, кто просто пришел поиграть в футбол, всех пацанов поздравляю с победой. Да, хотел у тебя спросить. Ты сегодня не появился на поле. Это по ситуации получилось? Ну, управлял сбровки, или это уже как играющий тренер, может, на будущее? Ну, плавно переходящий в играющего тренера? Слушай, ну, к сожалению, пока я выгляжу так, как я выгляжу, я не особо усиление на поле, поэтому попытался вот с прошлой игры как-то всю свою, не знаю, эмоциональность, все свои какие-то... Ну, нам все равно тренер нужен. Понятно, что кем-то, кто подсказывает руководить, играть проще. Поэтому не на поле помогать так пытаюсь здесь. Нет, я еще пока что на себе крест не поставил, просто мне не показалось, что я там был сегодня вот, ну, как сказать, по такому матчу, наверное, еще из большого футбола, есть что очень тяжело вливаться вот в игру. И я спрашивал пацанов по состоянию, если кому-то нужно было бы, я бы выскочил бы, я скорее вот на такое, на подмогу, потому что пока, ну, наверное, больше профита я не даю, плюс мы взяли действительно хорошего нападающего, классного, которому, ну, на которого приятно смотреть, скажем так. Поэтому, ну, что про меня говорить? Мэтт проиграл, поэтому все, все плохо, если мы не будем забивать, может еще чуть-чуть похуже оказаться в турнире таблицы. Очень, конечно, сейчас, ну, грубо, тяжело подбирать слова. Честно, матч такой, именно, ну, именно обидно так проигрывать, пропуская два мяча на последней минуте. Но все-таки ты не понял, да, чего в концовке не хватило, вот, что именно, дисциплина, физика? Я скажу банально, не хватило, ну, не забиваешь ты, забивают тебе, или наоборот, у них тоже до этого были несколько моментов, там тоже там в штангу там дальнюю не попал, там, ну, обоюдоострая игра, где побеждает тот, кто реализовывает. Потому что, ну, мы на любительском уровне, здесь на 0-0 не отыграть. Ну, здесь рано или поздно все равно кто-нибудь ошибется, мимо мяча махнет, какая-нибудь дура залетит, что угодно. Просто кто лучше, хладнокровнее, не знаю, индивидуально сильнее, как угодно это можно называть, реализовывает свой момент, тот и побеждает. Соперник реализовал моменты, как мне кажется, менее очевидные, чем у них были по игре. Мы не реализовали моменты, ну, вот, ну, я после драки, как говорится, кулаками не машут, надо забивать моменты. Без голов здесь не будет результата. С одним голом, ну, на что рассчитывать? На 1-0? Все просто. Ребят, спасибо, удачи. Продолжение следует...